Привет Батлхэд! Приветствую тебя Макс Верхов. Макс Верхов желать успехов. Покупай на Фростере, подавай на Фростере. Мой ник Ворхол. Я также продаю диски, ну и покупаю также, да. Вот. Получил посылочку от такого товарища Романович. Ну, что сказать. Конечно, находится он в каком-то там селе под Киевом. В жопе какой-то. Я так понял, что даже он интернет не работает. И, честно говоря, посылку я ждал, ну, скажем, дольше, чем обычно. Хоть бы предупредил об этом. Вот это вот, честно говоря, минус. И я что, должен сам за него все знать. Ну, и предупреждать. То есть, получается, посылка уехала только. Он ее пошел, я ему оплатил, отправил. И она поехала только на следующий день. И где-то в середине дня. Вообще, жопа какая-то. В жопе какой-то живет. Ну, что сказать. Запаковано, на первый взгляд, отлично. Сейчас посмотрим, что внутри. Запаковал хорошо, я думаю. Скотча не жалел почти. Так. Ну, будем, как обычно, открывать вот так вот. Искать слабые места. В любом деле, надо искать слабые места у противника. Вот. В данном случае, коробка, это и есть противник. В данном случае, коробка, это и есть противник. Вот. Ага, вот тут еще надо. А, музычка моя играет. Вскрытие покажет. Аутопсио Фремайс. Тут должно быть два Тиамата, Джудас Прист и... И что-то еще. Блин, придется, наверное, и так скрывать еще. Что-то долго. Что-то я долго эту посылку. Ну, нахер я так запаковывать, коряво. Ну, в принципе... Это столько, блин, не мог уже нормальную коробку взять какую-то. Ох. Или инструкцию прислала, как распаковывать. Блядь, пиздец какой-то. Блядь, короче, выкидывать эту коробку, нахер еще. Вот это не коробка даже, это хуйня, блядь. Запакована, конечно, блядь, хуя, короче. Нахуя так делать, блядь. Как будто там на новой почте варивают, блядь. О, блядь. Салфетки какие-то, блядь. Ну, так, коробки, блядь, конечно. Сказал, коробки нормальные. Ну, не знаю, блядь, вот это сало. Сало ешь, что ли? У меня же руки, блядь, какие-то жирные после этой... После этих короб... После вот коробку первые руки взял. Я буду смотреть состояние дисков, как. Ну, состояние дисков нормальное. Отличное. О, буклет тоже вроде нормальный. Ну, скажем, коробка, конечно, блядь, какая-то непонятно какая. Ладно. Одно есть. Вот. Кеоматик. На айвенде. Ну, вроде бы тут... А, вот это мой солячок. Да, вот. На гитарке сбахал. Да, вот. На гитарке сбахал. А, вот. Ну, для Raw Black Metal нормально звучит. Так, ну, что. Буклет нормальный вроде. Здесь. Альбомчик тоже неплохой. Диск нормальный. Сейчас будем смотреть остальные два диска. Так. Так. Кеомат. У меня такой был как раз. Я вот недавно продал. Там я попросил. Товарищ. Вот. Диск идеальный. Не царапанный вроде бы. Ну, там вот что-то пятно какое-то. Ну, что вытру уже этим. Так. Буклет как тут. Буклет вроде нормальный. Ну, да. Шестистраничный буклет. Как и сказано было. Так. Вроде все в порядке с ним. Так. Это я да. Как раз то, что у меня и было. Так. Ну, у меня сейчас другой. У меня этот на фонок. Так. Жудо Сприт. Жудо Сприт. У меня фирменный есть. А этот. А этот я выставлю на продажу. Наверное. Или послушаю. Не знаю еще. Что-то от Жудо Сприт. Непонятно. Может этот все оставлю. Жудо Сприт. Фирменный на продажу. Посмотрим. Что там у нас. Это. На этом как его. На Монстр Фрог. Ну. Нормальное издание. С буклетиком. Ну. Нормальное. Пэнхиллер.